Сначала скажу, что зовут меня Марина Ефимовна Вайндорф-Сысоева, профессор Московского педагогического государственного университета. Основная моя работа – это работа с магистрантами программы электронной образовательной технологии и с учителями, преподавателями вузов по повышению квалификации именно в этой интересной области. Я сейчас, слушая все, периодически выходила в разное эмоциональное состояние. То мне было очень хорошо, то я стала переживать, начинала за наших преподавателей, которые говорили, что они ничего не могут, или оставайся, или уходи, потому что мне думается, что нет на сегодняшний день более такой продвинутой и желающей аудитории. Мы забываем, что среди населения работающего примерно 7-10% – это творческие люди, еще примерно 10-12% – те, кто могут на творчество настроить свое, а все остальные в основном работают по образцу. И раз у нас не получается, то виноваты в этом не эти преподаватели, а те, кто не создали условия, не разработали методик, не показали, как можно сделать, и не научили. Мы – продукты традиционного формата обучения. И поэтому говорить о том, что вот мы сейчас что-то не так или отстаем, это, я думаю, совсем другая тематика, это другая область. Скорее всего, отстают те, кто учат тех, кто учат. Ну, тему мы придумываем себе сами, поэтому вот каждый раз, знаете, когда я вышла на практику на втором курсе, учаясь в педа-университете, и мне доверили вести физику, я учитель физики, в шести шестых классах. Вот на первом уроке у меня не хватило 15 минут, а на шестом уроке я за 15 минут все сделала. И поэтому я вот анализирую процессы, понимаю, что мне уже скучно говорить о чем-то, о чем говорила. Вот была выбрана тема «Цифровая школа» вместе с Юлей, и я стала над ней размышлять. Наверное, у многих так идут процессы, ты одним занимаешься, а думаешь о другом. Поэтому впереди, конечно, было очень много интересных внутри приключений. И когда пришел пик выступлений, когда я уже понимала, что отступать некогда, я должна признаться, я забросила вопрос своим магистрантам, говорю, вот, а что вам интересно? А среди них есть учителя, преподаватели вузов, разные специалисты из разных областей. И они мне очень здорово помогли, и получилось то, о чем я сейчас буду говорить, это как раз то, чем живет сегодняшнее образование. И мне думается, что это интересно, и этим надо заниматься. И, кстати говоря, прослушанное затем выступление министра на инновационном форуме, оно перекликалось, если быть очень внимательными и анализировать этот процесс. Ну, во-первых, смотрите, первый тренд – цифровая школа, как мечта детей. Наши дети хотят, чтобы там было интересно. Они хотят нас слушать, они хотят нас видеть, но они нас не понимают. И действительно, это очень серьезная проблема, когда учитель не владеет теми технологиями, которые очевидны, те, которыми владеют дети. Мало этого, он боится в этом признаться. Поэтому это первый тренд, на который мы должны работать. И те учителя, те преподаватели вузов, которые это уловили, они в фаворе. С ними интересно, потому что, ну, невозможно быть сзади. Школа – это вообще самый передовой рубеж. Там вообще нельзя отставать, потому что иначе все будут на Камчатке. Следующий тренд, и мне думается, я, конечно, приверженец этого и давно-давно говорю о том, что вуз должен быть цифровым. Методистов должно быть обилие, которые бы помогали профессиональным специалистам в определенных областях разрабатывать технологии, позволяющие работать правильно в современном пространстве. Но мы, к сожалению, я уже говорила сегодня, живем в другом мире. Мы, к сожалению, сегодня учим по-старому, а требуем по-новому. И это серьезная проблема. Когда приходят преподаватели вузов ко мне на курсы, например, буквально две недели назад, одна такая очень серьезная, интересная преподаватель мне говорит, да что там в ваших цифровых технологиях? Вот я в Мудли использую для Петфака только формат задания. Что там я еще могу сделать? Ну, понимаете, я, конечно, не могла ей вот прям сказать все, что я думаю. Я просто ей сказала, ну давайте будем учиться, давайте найдем то, что может вам посмотреть на жизнь иначе. Потому что если преподаватель свое традиционное вносит в то, инновационное у него никогда ничего не получается. Нет простого переложения, там другой мир. И надо изменить полностью философию свою, философию образования, философию планирования. Надо попробовать понять того, кто там внутри. Мне вот очень нравится, кстати, Галина Васильевна, подход. Прежде чем преподавателю разрешат официально разрабатывать онлайн-курс, он должен на этом онлайн-курсе проучиться. Это очень важно. Обучение должно быть в среде обучения. Вот когда вуз станет цифровым, тогда количество преподавателей здесь будет зашкаливать. И тогда они нам скажут, не, не надо нам вашей презентации, ну-ка быстренько отвечайте на наши вопросы, мы в теме. И вот это будет пик. Вот тогда мы сможем сказать, что мы достигли успеха. Цифровые методисты. Сейчас много разных платформ. О них говорили, даже упоминали МЭШ сегодня, Московскую электронную школу, РЭШ. Сейчас новая ассоциация в нашем университете образовалась. НПОПО. Так, по-моему, называется очень интересное, любопытное название. Но пока мы не научим методистов быть профессионалами, мы мало что сможем с вами сдвинуть. Потому что на сегодняшний день методисты часто, вот я знаю по ресурсам, которые выкладываются, становятся достоянием всех, и которые рекомендуют настоятельно использовать, то там методисты в основном точки запятыми проверяют. К сожалению, не везде, но так есть. И поэтому, когда ресурс создается, на него расходуются деньги, а использовать мы его не можем. А причина не в учителях, которые не умеют о своем опыте рассказать. Причина в нас. Мы не научили об этом рассказывать. Мы неправильно дали рекомендации. То есть, понимаете, это такой обоюдный процесс. А учителю, которого взяли ресурс или преподаватель вуза и разместили, он же уже сам себя полюбил, понимаете? Поэтому очень бережно нужно к этому относиться и любить вот эту вот профессию и провозглашать ее. Поэтому я вас хочу познакомить, вот когда потом вы увидите презентацию, вглядитесь в каждое лицо. Это те, кто могут сделать очень много в цифровом пространстве. Это те, кто могут помочь каждому, ответить каждому на вопрос. Здесь, конечно, все у меня не поместились. Это те коллеги, которых я обычно приглашаю на свою конференцию. Это те, у кого нужно всегда все спросить. Это те, кто всегда открыто делится, рассказывает, отвечает на любые вопросы и не ждут формата выступления. А готовы сейчас, в данный момент, независимо от часовых поясов. Вы знаете, время, оно меняется. Его ощущаешь, когда на самолете прилетел, тебе спать хочется, а здесь уже работать надо. А когда ты сидишь в интернете, то ты не видишь никакого времени. И поэтому вот это очень здорово, когда есть такие люди рядом. Сегодня много говорили о смартфон, конкурент учителя. Но это правда. Ведь только учитель, который не умеет управлять процессом, может запретить использовать смартфон. Ведь наша задача какая? Очень простая. Организовать так процесс, чтобы ребенку не захотелось заглянуть в этот смартфон. Или захотелось, но по делу. Ведь лекции чем отличаются одна от другой. На одну лекцию ты приходишь и смотришь на время, скорее бы закончилось. И говоришь, любят, уважают учителя, которые вовремя приходят, а любят того, кто заканчивается звонком. Правда? А вот другого ты и времени не видишь. И никакой смартфон тебе не нужен. И ты не задумываешься, что как навигатор он тебе, модератор или учитель. Потому что он делает свое дело профессионально. Поэтому конкурент должен стать своим соратником. Нужно научиться использовать. Ведь это профессионально. Научить учеников искать полезную информацию, правильную, чистую. И сделать так, чтобы они пользовались инструментами. Но тогда, пусть они думают, что они сами туда залезли. Не взначай. Вот в этом профессионализм. Но это проблема. Доски интерактивные. Но об этом вообще сегодня вообще никто не говорил. А ведь на самом деле, наверное, уже нет школ, даже совсем-совсем далеко, в которых бы не было интерактивных досок. Но что это такое? Это экран для презентации. В большинстве. Но мы можем там говорить, нет, я использую. Да, есть те, кто использует. Но ведь надо, да, совершенно маркером писать, да. Но ведь на самом-то деле это другая кладезь. Я очень хорошо помню, когда я училась в медуниверситете, была аудитория физическая, такая лестница была, громаднейший амфитеатр. И резиновая доска, которую придумали профессора физики. Заметьте, профессора физики. Сто лет назад было. И вот они писали текст, нажимали на кнопочку, доска ехала. Потом, когда к ним приезжал этот текст, они стирали. И уже ничего нельзя было продублировать второй раз. А теперь у нас столько форматов. Это вот доска, это же кладезь. Можно вчера не говорить, вот помните мы, да. А можно взять, достать слайд и сказать, смотри, как ты решал, какое красивое было решение. Но почему-то сегодня опять доска. А мне мел тоже нравится. Я прихожу в аудиторию, например, села на стол, ушла домой, пошла сразу стирать. Мел везде. И мы ничего не поменяем, пока не покажем преимущества. Цифровая школа – это новая ответственность учителя. Ну, вы согласитесь. Можно много говорить об оптимизации. Но пока мы не создали контент, пока мы с этим не разобрались, что делать, как вот эти муки включить в процесс. Вот к этому можно относиться по-разному. Но пока мы с вами, нам не стало это понятным, пока не взяли на себя эту ответственность, мы не можем сделать урок качественным. Потому что мы должны понимать, что это все техническое средство обучения. Кто помнит киноаппарат «Украина»? Есть такие? Да. Ну, вот студентам-то, наверное, тяжеловато. А кодоскопы, эпидиоскопы, да, были такие инструменты. А теперь у нас компьютер, у него возможностей больше. И поэтому сложнее. Но это другая ответственность. Поэтому этому надо учить. А так как ресурс все время обновляется, то и курс обучения должен быть непрерывным. Если взяли на повышение квалификации, вот и держите этого человека при себе, рассказывайте ему всегда о новостях. Вот мне написали коллеги, что одна из выступающих сегодня, что я чувствую себя пропагандистом в этом мире. А я думаю, может быть, это важно? Может быть, это нужно? Может быть, это разбудит нас в чем-то? И может быть, нам тоже захочется этим заниматься? И, конечно, цифровая школа, как так же, как и цифровая экономика, это другой мир организации. Это совсем другой мир. И он для нас, для учителей, не очень привычный. Мы привыкли по шаблону. А теперь нам дают много ресурсов, много инструментов и говорят, нет, вы организуйтесь. Вот вы теперь выстроите по-своему. Но, к сожалению, это тоже достаточно серьезная проблема. Еще оказывается, но на самом деле, наверное, это действительно так, что все, что происходит в большинстве, оно нам насаждается. Вот нам говорят, будет сейчас цифровая школа. И мы понимаем, это неизбежность. Нам говорят, муки будете все использовать для оптимизации членового процесса. И мы понимаем, что это так. А вот когда это пойдет снизу, я всегда люблю говорить магистрантам, дайте это задание своим школьникам или студентам. Они лучше вас делают. И правда, шедевры делают. Потому что дети сами начинают думать, студенты сами начинают соображать, как это может быть. И можно многое из этого узнать. Вот было проведено очень интересное исследование. Я специально здесь разместила ссылочку, потому что это первое исследование, которое я встретила за последние, наверное, лет 10 или 12, о том, что волнует учителя сегодня из этого мира. Это значит то, чем живет современный учитель. Мне очень нравится третья строка снизу, наука обучения. Учиться не умеем. И учитель это почувствовал. Мы говорим об этом очень давно, по крайней мере, я со своими студентами говорю столько лет, сколько я уже в УЗИ работаю. Потому что надо уметь учиться, сегодня нельзя по-другому. И вот учителя школьные почувствовали это. И об этом заявили. И это действительно все очень интересно. И в УЗах над этим надо работать. И завершая выступление, хочу словами, которые касаются каждого из нас. Главное в этом мире не то, где мы стоим, а в каком направлении движемся. Все, кто сюда пришел, я предполагаю, кто слушает нас, мы выбрали правильное направление. Там не может быть конкурентов, потому что там все новое. Дерзайте. Я желаю каждому из вас удачи. И все получится. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ